Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про такой метод, который используется в современной детской стоматологии, как поверхностная седация с сохранённым сознанием, при которой используется смесь закиси азота и кислорода. Рядом со мной находится Матрикс. Это аппарат как раз для проведения седации. Он имеет вот такую носовую маску, в которую пациенту надевается на носик, и эта маска находится на носу на протяжении всего времени лечения. Из маски поступает смесь закиси азота и кислорода и ребёнок или взрослый, потому что у взрослых также используется данный метод. Эти очень часто описывают и связывают это с ощущением полёта. В тело приходит лёгкое расслабление, ощущаешь комфорт, расслабленность, окружающую безопасность. Поэтому данный вид медикаментозного сопровождения, он на самом деле подходит только лишь для тех пациентов, которые доверяют персоналу. Если ребёнок панически боится, и его на аркане не могут заточить в стоматологический кабинет, абсолютно бессмысленно пробовать проводить лечение седации, потому что вот в этом опасном для него пространстве он всё равно ни за что не расслабится. И вот такая паника перед стоматологическим лечением является скорее показанием к лечению в наркозе, то есть это тогда, когда пациент спит. При проведении седации пациенты бодрствуют и не спят, и смотрят собственные мультфильмы. Но изначально должен быть хороший, доверительный человеческий контакт. Очень частый вопрос возникающий у родителей. Они полагают то, что седация за кислородом является заменой альтернативой выполнения местной анестезии, то есть уколов десну. Это как раз категорически не так. Седация нам и нужна для того, чтобы мы могли выполнить эту манипуляцию, сделать её так, чтобы ребёнок не убежал из кабинета. Внимание ребёнка, фокус и доминант его внимания переключаются с полости рта на мультики, которые у нас демонстрируются на потолке телевизора. Самое главное, чтобы он не отслеживал, что находится у врача-ассистента в руках, и не отслеживал, что происходит во рту. И это всё возможно благодаря как раз проведению седации. Какой целью используется седация в детской практике? Должна признаться, что без этого аппарата я вообще, наверное, не смогу вылечить ни одного маленького ребёнка. Это мой очень рабочий инструмент, потому что седация помогает справиться маленьким детям с тем вполне здоровым нормальным человеческим волнением, тревогой и страхом перед стоматологической манипуляцией. А тревога и страх могут прийти уже в процессе лечения. Чтобы этих слёз не случилось, мы используем сразу же седацию для того, чтобы ребёнок на протяжении всего времени лечения чувствовал себя, насколько это возможно, максимально комфортно и хорошо. Как себя будет чувствовать ребёнок после проведённого лечения? На самом деле точно так же, как и до лечения. Поскольку закись азота относится к инертным газам, она очень быстро выводится из организма, а в завершении лечения мы всегда проводим ингаляцию 100% кислородом в течение 5-7 минут. И закись полностью улетучивается. Поэтому выходит ребёнок точно таким же, каким он сюда заходил. С единственной разницей. Если мы делаем уместную анестезию, то у него будет онемевшая губа. Вспомнилась мне одна история. Девочка была вместе с папой, и после рассказа про седацию, что это, зачем это и как, папа задаёт мне вопрос. На самом деле этот вопрос многих родителей, я предполагаю, может волновать. Он говорит, а это не вызывает привыкания? Я ему рассказываю о том, что да, закись азота действительно никакого привыкания не вызывает, и он не взаимодействует ни с какими клетками, органами и тканями. И в чистом виде, как он попадает в организм, так же выводится лёгкими. На что мне папа говорит, а я прочитал в интернете, что закись обладает наркотическим эффектом. И вот эта формулировка, к сожалению, очень многих обывателей, не имеющих отношения к медицине, она действительно пугает. И когда мы уже проходили лечение, там был какой-то очередной лечебный визит, не приходят, и папа говорит, слушайте, а вот вы сказали, что привыкание закись азота не вызывает. А почему она тогда так рада, что бежит к вам на приём? Вот такая вот история. Нет, закись азота в этом отношении абсолютно безопасна, и можно на эту тему не переживать и не задумываться.